здравствуйте давайте сегодня с вами поменяем матрицу на ноутбуке леново модель g505 матрицу это продавили сверху первым делом отключаем батарейку то есть это вправо это влево батареи убираем сторонку теперь переворачиваем его и открываем я вот так уже посмотрел что нигде никаких болтов я не нашел скорее всего матрица просто у нас отщелкивается то есть берем вот так сбоку и аккуратненько пытаемся до выворачиваем ее на углах как обычно очень жестко все крепится потому что рядом несколько защелок с этой стороны также аккуратно выворачиваем здесь не хочет так вот тут сверху щелкнул сюда вот сверху пошло аккуратненько вот так беру отгибаю и пытаюсь влево вправо так а здесь держится как будто на скотче ну давайте с этой стороны еще нам вот отстегнулась тоже идем с этой стороны смотрим как с этой стороны так здесь уже не хочет так защелки у нас внутрь получается в районе камеры они не хотят открываться у нас ну давайте чуть чуть сильнее я попробую прямо чувствую как выгибается кожаный точнее угибается рамка которая идет по периметру матрицы давайте попробую карточкой здесь провести шлифов там никаких не должно быть здесь скорее всего скотч двухсторонний на вот скотч отклеился слишком глубоко карточку надо запихивать вдруг повредим самую камеру так ну все карточка здесь провел то есть должно сейчас да вот все это отстегнулась и это отстегнулась у нас здесь на двухсторонний скотч был напротив камеры все сверху мы сняли теперь давайте двигаться вниз здесь тоже применяем усилия здесь щелкнулась здесь тоже аккуратно вгибаем все щелкнулась теперь значит эти у меня вверх снимается и вот тогда снизу также на себя выгибаю чувствую что тоже скотч и карточка давайте попробуем нет скотча нет дать держится ну тогда начинаем с центра вот с центра у меня центральные защелки отщелкнулись это отщелкнулась все это снялось и с этой стороны снизу все сняли аккуратно и вытаскиваем все ничего не поломали никуда ничто не отлетело так видим матрицу чтобы увидеть какая это матрица надо ее открутить так получается до сюда мы наверное попадем попадем для боковых крепежей мы можем конечно вот так под наклоном здесь открутиться попытаться открутить но это мы будем выгибать и это неудобно делать поэтому давайте с вами открутим вот этих два верхних болта которые держат петлю сверху и крышка должна будет вниз да вот вниз уходит первый болтик убираю в сторонку и второй болтик так теперь давайте попробуем ее аккуратненько ну вот она снизу держится куда и снизу придется открутить то есть откручиваем оба болта петли которые держат снизу ее первый болт второй болт крышка должна будет упасть вниз при этом я поддерживаю ее рукой потому что шлейфа от веб камеры и от самой матрицы могут быть приклеены к крышке а не к матрице и могут оторваться вырваться когда мы с вами отпустим крышку все шесть болтов держали крышку по два снизу с каждым углу и два сверху по одному углу так теперь аккуратненько наклоню и посмотрю где у нас шлейфа проходит так все шлифа вот у нас я вижу от камеры шлейф идет по крышке то есть аккуратненько вот так крышечку здесь вот еще вижу слетел видать когда надавили на матрицу и надавили на угол матрицы здесь вылетел крепеж нижней петли так матрица не откидывается потому что мешает шлейф так давайте я значит вот так ее кладу смотрим что на клавиатуре ничего не было аккуратно кладу и придерживая крышку потому что шлейф матрицы идет вместе со шлейфом на нашу веб камеру и вот здесь надо аккуратненько оторвать скотч который держит шлейф в разъеме матрицы и этот скотч в стороночку мы с вами уберем так все вот я его снял теперь беру шлейф так он будет что-то подставить чтобы руками не держать вот так подопру да не уедет не уедет и аккуратненько шлейф тоже он здесь вот на скотче то есть его аккуратненько поднимаем вверх вверх все и вытаскиваем вниз я вот качаю влево вправо все качать не получилось вот когда потянул он у меня отцепился так все значит матрицу я беру она у нас приклеилась она не приклеилась но у нас в петлях осталось так все хорошо крышку теперь можно положить значит без проблем должна лечь без проблем она не ложится ну хорошо тогда ее оставим в таком положении так вот по внешнему виду давайте посмотрим что это у нас за матрица берем модель матрицы забиваю ее на сайте порт номер у нас здесь LP LP 156W H4 H4 потом TL N2 TL N2 надо всегда добивать все все что написано в первой и второй строчке чтобы нам далась нужная матрица выдалась с нужным так здесь у нас обычно 40 пиновая старая матрица с размещением разъема слева такая матрица у меня есть сейчас я запись остановлю распакую ее и продолжим все матрицу я достал клиенту повезло что это одна из самых дешевых матриц 15 на 6 не слимовая не 30 пиновая а обычная старая матрица 40 пин теперь укручиваем все болты которые держат матрицу в петлях их здесь по 3 штуки с каждой стороны так три слева три справа болтики в сторонку убираем первый второй болты вот подписаны по номерам один один два три то есть это очередность как надо их закручивать то есть сначала закручиваются боковые болты чтобы матрица центрировалась потом уже закручивается болт который по соединению находится ну все я матрицу выкрутил беру ее подымаю аккуратненько и убираю теперь беру нашу новую матрицу она у меня пока в пленочке я ее так и оставлю кладем ее сюда аккуратненько и начинаем прикручивать как написано на наших петлях то есть сначала прикручиваю верхнюю петлю и я обычно не затягиваю сразу чтобы можно было двигать матрицу выше ниже влево вправо чтобы наживить остальные болты все наживил нижний так же я сделаю с другой стороны то есть здесь центральный пока не буду прикручивать а наживлю другую сторону так наживил верхний теперь наживляем нижний все теперь можно наживить центральный и уже пройти протянуть можно было конечно сначала подключить шлейф и проверить заработает ли у нас матрица потому что что бывают разные проблемы ну закрутить эти болты не так много времени надо можно было конечно сходить к паяльнику и попытаться наплавить это либо дихлоратаном расплавить пластик и тогда он будет держаться хорошо но я попробую суперклеем просто схватится он не схватится если не схватится тогда уже дихлоратаном так все суперклеем мы заклеили туда сейчас давайте чтобы он попал так клей конечно не супер схватился не сразу но я дам постоять сейчас минут пять чтобы клей уже получше затвердел ну все время прошло клей у меня схватился теперь держит все нормально теперь начинаем собирать нашу матрицу в корпус устанавливать аккуратно берем как же так сделать чтобы у нас шлифа сюда мы ее значит я ее отогну уберу уже за ненадобностью и снизу аккуратно подведу единственное надо чтобы у нас шлифа здесь я шлейф пропущу вот этот шлейф у меня шел получается вот в этом пазу я не помню вот как у меня этот шлейф шел я не помню так здесь вот в этих пазах он шел вот сюда вставим шлейф значит надо посмотреть чтобы антеннки wi-fi модуля встали на место так а вот этот шлейф судя по всему здесь по низу шел да вот по низу тут есть у него свое специальное тоже крепление все но я сейчас прикручу и покажу да вот все встало все красиво встало сверху снизу все все как и было теперь давайте закручиваем сверху наживлю все я болты все закрутил то есть вот показываю как обещал как должен проходить этот шлейф с которым у меня были проблемы то есть вот проходит под петлей с той стороны и вот сразу встает свои разъемы вот так все вот они разъемчики идут как проходит шлейф туда шлейф пошел на матрицу и дальше шлейф пошел на камеру то есть он куда то вправе чуть ушел но ничего мешать не будет закрываться то есть главное что вот этот шлейф мы с вами проложили верно все теперь осталось закрутить точнее все закрутил теперь поставлю только назад нашу декоративную панельку перед этим оторву защитную пленочку которая держит она нам больше не требуется все аккуратно отрываем пленку все аккуратно отрываем пленку вверх выцепляю и отрываем с этой стороны и также с этой стороны полностью все пленочку с вами оторвали экран у нас чистенький красивенький и возвращаем назад нашу декоративную панель верхнюю вот здесь снизу надо под наклончиком чтоб она встала и вниз должно выйти да все тут вниз ушла и тут и не сушла все давайте я начну сверху с камеры и вот по периметру просто аккуратненько сильно давить не надо то есть просто давим какие защелки защелки с первого раза какие потом защелкнуться при повторном прохождении все тут у меня все защелкнулось спотч здесь тоже я продавлю чтобы он плотнее так а здесь просто так наклоню и с обоих сторон попытаюсь продавить так вот кое какие не хотят закрываться поэтому я защелкиваться так при этом мешает закрыться почему то почему не понятно а понятно то есть она не защелкнулась и вот эта резинка все вот мы ее защелкнули и вот эту резинку углы давайте аккуратненько закрываем вот это мешает все защелкнулось здесь защелкнулось еще раз пытаемся закрыть здесь мешает угол угол не защелкнулся тоже его продавливаю и этот угол а этот угол все нормально теперь закрываю все вот теперь ноутбук без лишних усилий у нас закрылся все можно дальше пользоваться этой леновой все мы с вами поменяли матрицу матрица была обычная ледовая 40 пиновая ноутбуки леново г 500 505 если видео оказалось вам полезным ставьте лайк подписывайтесь на канал всем удачи пока 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 удачи